В клинику к доктору Василенко нас привело заболевание, самое такое тяжелое заболевание, которое есть на сегодня, проблемное, это наркозависимость. Мой сын последние три года употреблял метадон, колос метадона. Проблема с наркотиками, ну так она периодически возникала, то что я знаю, то что мне говорили. Сколько лет? Где-то, наверное, лет может быть 10. Увлекался, знаю травматолом, то что я знаю, травматол, курил травку и употреблял как таприн, от кашля, которые прошли. Вернулись в Донецк из Киева, он не кололся, он не кололся, там он таблеточки употреблял, где мы временно жили, он таблеточками. Но когда таблетки употреблял, вы тоже как-то пытались бороться? Ну конечно пытались, как же, потому что происходило и воровство, и что угодно. В доме пропадали и драгоценности, и естественно обманным путем, и деньги, и потом позже уже... А как он изменился, когда был в употреблении? Как он стал употреблением? Да, употребление изменилось совершенно, он не Вовой стал, не сыном, а вообще. Ну как бы злой, агрессивный, всегда ищущий, обманывает, ну как бы так вот. Когда нужно было, конечно, он был мягкий и пушистый, но когда нужно было ему что-то там, например. А так он грубил, особенно вот последнее... В общем стал совершенно другим сыном. Совершенно другим, это как и не мой сын, и вообще не наш ребенок. Ну вот то, что метадоном, уже конкретно мы узнали сразу, незаметно было, он не часто употреблял метадон. Кололся, вернее, метадоном. Может быть там периодично, сразу в неделю. Но это как-то незаметно уже. Ну может ли чаще, просто вы этого все равно до конца не знаете? Да, 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 возможно, конечно. Я говорю то, что я там... Хорошо, скажите, а где вы лечились, пытались и какие успехи были у вас? Сразу, он же не признавал, мы то заметили, как бы это все предлагали ему, пытались, ну, говорить его там уехать, там, полечиться. И искали мы там ревцентр, но он не соглашался. Дело в том, что просто не соглашался, он не признал, он сказал, да нет, 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 не хочу, я не наркоман, это такое, 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 это половство. Мама не будет, мама ничего. Но, тем не менее, уже позже, как бы, мы подошли к тому, что он уже начал употреблять побольше дозы. И уже стало невыносимо, видимо, самому ему, и он согласился. У нас в городе есть наркологическая клиника, но она анонимно принимает. И именно, не все клиники, которые там были у нас и рядом с городом, на Донбассе, которые именно лечили от метадона. И вот в одном наркологическом центре пригласили нас туда приехать. Вот, но опять Вова, он вроде согласился и взял опять паузу. Не стал, не захотел ехать. Где-то прошло, наверное, месяца три, когда, наверное, уже его совсем придавило. Что уже ни денег ему не дают, и нигде он их не возьмет. Уже назанимался столько денег, что невозможно просто. Он поехал, поехали и отвезли мы с его желания. Он прочистился физически, все вроде нормально, как бы хорошо. Хороший ребенок, но тем не менее. Опять приблизительно где-то через, ну максимум может. А, тогда первый раз, когда мы, как получилось, он лег в больницу, пролечился. Здесь уже у него нашли гепатит. Образовался гепатит. И мы лечились три месяца, ну, употребляли таблетки. И вот здесь месяц, это я точно вам могу сказать, он ничего не делал. А потом, когда сделали пробу, и я там сказала, что, ну, как бы все нормально, он попробовал. Ну, это опять-таки же из рассказа уже позже, когда он мне сам рассказывал, там периодически свою правду говорил, то я уже узнавала, что это. Да, да, он уже в тот момент тоже, ну, немножко, он сказал, два раза его колуфон, ну, опять-таки же, где-то два-три, это же такое тело. И буквально через вот три месяца прошло еще, в общем, между вот этими попаданиями в больницу опять, прошло пять месяцев. Ну, и опять, та же ситуация. Ну, сколько его после первого раза? После первого раза, после второго, сколько? После второго раза он через, получается, он лег в феврале месяце, сейчас я скажу точно вам, май, потом полгода, потом четыре месяца, потом три месяца. Вот, никаких, одинаковое все. Пролечился, прочистился, уменьшил дозу, как я тогда уж понимаю, как врачи уже говорили, и опять 25. Ну, параллельно с вот этим, в прошлом году, вот в прошлом году я уже, как бы, начала по-другому искать, когда он первый раз попал в больнику, в центр, я другой искал, он может на Украине, там, как бы, это, потому как врач сказал, вы поищите, ну, что, говорит, Россия, Россия, там, например, если поехать туда, ну, говорит, в Украине, или в Украину едьте, или как-то что-то другое, подумайте. Ну, начала я искать, вот, попалась мне, ваша набрала, ну, такой, как бы, я не знаю, как правильно сказать, ну, набрала, вы первые были строчки, или лучшие наркологические центры, и вот, клиника Василенко Василенко была на первой строчке. Я почитала отзывы, мне, как бы, понравилось все это дело, ну, думаю, наверное, надо, прочитала я там все-все то, что было написано. И как раз только Вове объявила об этом, это он, это, был первый раз, он говорит, а с нами мальчик лежит, он, говорит, был в этом центре, здесь, говорит, шесть лет после этого он не употреблял. Ну, подробнее уже тогда с ним я ему позвонила, поговорила, но опять-таки Вова же он не признает. Получается, что мы вот так вот за больше года мы пять раз вылечились, ну, понижали дозу за год. Вот. Ну, и в итоге, когда мы попали уже последний раз, это было вот буквально сколько там, в сентябре месяце, в конце, нет, в конце августа, попали опять же в этот, и он говорит, мам, давай, наверное, поедем все-таки в Запорожье. Я, говорит, готов. Говорю, ну, давай. Ну, прочитала я, что там сопровождающими надо. Позвонила я в центр, начала рассказывать свою историю, сказали только сопровождающими. Думаю, ну, елки-палки, хоть я там и могу поехать, но почему-то как-то мне... Ну, не хотелось, правда. Ну, зачем я, что я здесь буду охранять его? Ну, я не видела своей роли здесь, ну, правда. Как бы ходить там, водить его на занятия там, или что там, уроки, не уроки, как оно там правильно, это, сама себе так думала, что, ну, что я тут буду делать? Это тут лишняя трата денег, может быть. Это же за себя же надо платить, правильно? Лучше, может, больше бы, был бы здесь. Ну, как-то с ним, не особо. Ну, больше не знала. Да, я не знала. Приехали мы сюда, ну, созвонились нам, назначили, я его прямо с центра забрала, и мы сразу на следующий день сюда приехали. Когда же здесь уже нам расписание дали, что мы делали, занятость нашу, пошла я на первое занятие группы, познакомилась. Вот, и я сразу с первой группы поняла, что я здесь не зря нахожусь. Все-таки я не понимала, что я даже не знала слово созависимое, что это такое созависимое. Оказывается, это тоже болезнь. Болезнь не так, как у наркозависимого, но и у созависимых болезней. Лечить и меня надо, оказывается, потому как у нас все-таки психическое, наверное, заболевание, мы настолько уставшие от этого всего, что нас все время дергали и вытаскивали из тебя, и эти нервы, это, ну, в общем, мы ничего не могли сделать. Мы правильно разговаривали. А здесь, здесь все-таки на протяжении времени, в котором мы здесь находимся, я поняла, что надо, надо. И правильно, здесь большие специалисты, ну, как бы, работают. И научили нас многому, по разным вопросам рассказывали, примеры приводили, говорили, как нам выходить из данных ситуаций, и такая там, и как сказать так, или уйти от этого беседы, или снова прийти к этому разговору, не настаивать, чтобы он там агрессивный не был. Ну, то бишь, я считаю, да, за это время я прозрела, и тоже, как бы, вылечилась. Я поняла. Ну, чисто теоретически я поняла, вернее, ну, как бы, теоретически я все поняла, и здесь же уже и пробовала, и практически на сыне. Ну, очень не такая я тоже агрессивная на сегодня. Ну, и думаю, что я буду все-таки правильно. Ну, и... А какие вот вы у него заметили изменения? Ну, вот уже, как бы, он поменялся. То он такой был, я его раздражала, вот, и он нервничал, мне рот закрывал, и не ходи за мной, и ничего не делай. Там, ну, как... А сейчас он нормальный такой, более степенный, ровный, ну, как бы, и не грубит, отвечает на вопросы. Ну, я же смотрю, и когда я вижу, что немножко там не в ту сторону мы заходим, так я уже ухожу от этого, так как советовали нам психологи, психотерапевты. Я рекомендую брать ребенка любым способом пытаться его убедить. Не заставить, а убедить, чтобы он сам все-таки решил и сюда приехать. Это действительно правильно. Я считаю, что я правильный выбор делаю. Я надеюсь, что если кто-то там услышит, увидит, то обязательно сюда можно приезжать, потому что другого пока я ничего не увидела. и в поисках всего другое, то, что мы попробовали, это не то. Это физически снимается. Ну, а здесь, здесь самое главное, это психологические снятия, вот эти вот все, ну, как бы, настрои, трансовое состояние, которое там как-то их там лежавечит здесь. Я же хочу, чтобы вы правильное решение принимали, уважаемые родители, и там мамы, жены, ну, и так далее. Кто там? Папы.